Здравствуйте, друзья! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео! Недавний сезон мемкоинов на Солане, что мы видели, создал тысячи новых миллионеров. Люди превращали сотни долларов в сотни тысяч долларов. В моем окружении есть друзья, которые заработали миллионы, торгуя мемкоинами на Солане. Но сегодня я расскажу тебе о том, что, по моему мнению, может стать следующим поворотом от сумасшедшего Солана сезона до этой новой экосистемы. Если мы зайдем в эту экосистему действительно рано, то мы найдем множество возможностей для повторения сценария Солана. И это то, что я стараюсь делать на этом канале, держать тебя в курсе последних тенденций в мире криптовалюты. Поэтому сегодня я собираюсь познакомить тебя с этой новой экосистемой, покажу тебе метрики и индикаторы, дам тебе пошаговую стратегию поиска жемчужин в этой экосистеме, а также расскажу, как ты, не имея никакого капитала, сможешь поднять денег. Поэтому, если ты еще не являешься подписчиком канала, обязательно нажми на эту кнопку подписки. Давай уже добьем эту отметку в 300 тысяч подписчиков, которую мы уже несколько лет не можем преодолеть. Твой лайк тоже может помочь достичь этого рубежа. Так что поставь его прямо сейчас. Один лайк — это 10 показов, 10 тысяч лайков — это 100 тысяч просмотров. Такая математика. Большое спасибо. Итак, начнем с того, что произошло с Соланой. Рост Соланы был необыкновенным. Но много месяцев назад, а если быть точнее, около полугода назад, я выкладывал видео о том, что это был последний шанс купить Солану. И я брал ее вплоть до 25 долларов за монету. Также я пытался ловить шансы и в ее экосистеме. Результаты с тех пор просто потрясающие. Поздно ли покупать Солану и токены ее экосистемы? Кто-то скажет, что нет. Но я, как старожил криптовалют, не могу сказать, что покупать ее сейчас означает быть ранним инвестором. Многие мем-коины на Солане уже получили листинги на известных крупных биржах Bybit, Binance, KuCoin. А некоторые Солана-коины буквально сияли в Лас-Вегасе на весь мир. После таких событий считать ранними инвесторов, которые купят Солану сейчас, я не могу. Но я не отказываюсь от Соланы. Я по-прежнему считаю, что в этой экосистеме есть и будут потрясающие возможности, которые мы будем искать. Но что я делаю? Это начинаю переключать свое внимание на новые экосистемы и начиная размещать часть своего капитала в экосистемах, которые, как мне кажется, показывают именно сейчас те же признаки, которые демонстрировала Солана пять месяцев назад. Итак, очевидно, что у нас есть такие кандидаты, как Суи, Аптос, которые в последнее время демонстрировали хорошие результаты. У нас есть такие блокчейны первого уровня, L1, такие как Фантом, которые в скором времени получат серьезные обновления и технически выглядят привлекательно для покупки. Но сегодня я не буду заострять внимание ни на одной из монет L1, потому что нет ясных доказательств того, что происходит ротация капитала из Соланы в них. Но зато я вижу четкие доказательства того, что ротация происходит в экосистему Base. Это блокчейн-коинбейса с монетами второго уровня L2. Именно здесь я наблюдаю ротацию из экосистемы Соланы с точки зрения мем-коинов, чистых притоков капитала и потоков ликвидности. Почему же сейчас внимание переключается на Base? Одним из основных катализаторов стало обновление Denkan, которое на порядок снизило комиссию для монет второго уровня L2. Это то, чего ожидал весь мир EVM, Ethereum Virtual Machine, чтобы сделать комиссии в сетях второго уровня более конкурентно способными по сравнению с Соланой. Ведь, будем честно говорить, Солана была единственным приемлемым вариантом для торговли мем-коинами. И именно поэтому Солана стала крупнейшим казино в мире, потому что она дешевая и быстрая, и она удовлетворяла эту потребность в течение многих месяцев, что позволило ей вырастить такое большое сообщество. Ведь, согласись, не очень хочется покупать монету за 50 долларов и платить комиссию 68, как в эфириуме. Но, наконец, после обновления Denkan у нас появился достойный конкурент Соланы в лице монет L2 и экосистемы Base. Например, swap токенов на блокчейне Base требовал 31 цент в качестве комиссионных, но после обновления это всего лишь 0,00005 доллара. Да, мы наблюдаем скачки на графике, но в целом, после обновления Denkan, которое произошло вот здесь, мы наблюдаем падение комиссий в сетях второго уровня. До обновления комиссий в блокчейнах второго уровня болтались от 40 центов до доллара, но сейчас этот диапазон сместился вниз и болтается в пределах от 0,005 до 0,004 Вот эти прыжки являются исключением, так как в эти дни в сеть Base заходило необычно много ликвидности. В целом, это радикальное сокращение комиссионных, как ты видишь на этом графике. Я уже упоминал, что происходит ротация, и этому есть доказательства ончейн. Например, это движение ликвидности между различными блокчейнами. Мы видим, что происходит движение ликвидности между Соланой и некоторыми другими блокчейнами. Блокчейны Base, Ethereum и Arbitrum выигрывают от этого больше всего. За последнюю неделю из Соланы в них было переведено 10 миллионов долларов. И это только первые звоночки. Я видел подобное и для Соланы около 5 месяцев назад, когда ликвидность инвестирующих в нее фондов начала расти. Таким образом, мы начинаем видеть, что кто-то начинает забирать свои деньги из экосистемы Соланы и переводит их в другие блокчейны. Почему это происходит? Потому что многие из них заработали очень много денег на Солане. Некоторые из них буквально стали миллионерами, торгуя мемкоинами на Солане. Им нужна следующая возможность для приумножения своих денег. И судя из этой диаграммы, такие возможности они видят в блокчейнах Base, Ethereum и Arbitrum. Но в этом видео мы говорим только о Base. Вот почему мы начинаем видеть первые ранние сигналы начала притока ликвидности на Coinbase. Мы видим это и по увеличению TVL. Мы также можем видеть это по всплеску новых пользователей, которые сейчас приходят на Coinbase. Итак, сейчас мы с тобой рассмотрим экосистему Base. Я покажу тебе несколько альткоинов для примера, свою стратегию поиска мемкоинов, а также покажу несколько возможностей получить аирдропы подобные аирдропам Юпитера на Солане. Во-первых, давай вспомним, что такое блокчейн Base от Coinbase, потому что некоторые могут не знать, что на нем создается и почему здесь на самом деле есть на что посмотреть, как на краткосроке, так и на длинной дистанции. Итак, по сути, Base это сеть второго уровня на базе Ethereum, построенная Coinbase в сотрудничестве с оптимизмом. Она предлагает безопасный, недорогой и удобный для разработчиков способ создания монет в экосистеме Ethereum. Coinbase фактически заявила, что Base это вершина их мысли, соединившая в себе многолетний опыт создания криптопродуктов и они собираются со временем полностью децентрализовать эту сеть. Если посмотреть на Coinbase как на продукт, то это абсолютный гигант. Это крупнейшая централизованная биржа в США, это компания с капиталом 60 с лишним миллиардов долларов. Она является кастодианом для 90% американских спотовых биткоин ETF, включая такие крупные финансовые учреждения как BlackRock. Кстати говоря, BlackRock предпочитает именно USDC, а не USDT. Кроме этого, Coinbase хранит 10 миллиардов долларов в активах. Итак, когда я смотрю на монеты второго уровня, я задаюсь вопросом, с какой основной проблемой они сталкиваются, особенно новые? Естественно, это проблема привлечения пользователей. У тебя могут быть отличные, просто потрясающие технологии, но без сообщества, без пользователей ты не получишь ликвидности и шумихи. Поэтому, когда мы говорим о криптовалютах, зачастую дело даже не в технологиях. На самом деле речь идет о способности того или иного блокчейна привлечь пользователей, потому что без пользователей никакие продукты на этом блокчейне не будут успешными. И именно здесь Coinbase и несколько других блокчейнов на рынке имеют явные преимущества, потому что у Coinbase есть доступ к миллиардам долларов и к миллионам пользователей, торгующих криптовалютами. L2 решения на Base сами по себе являются рэмпами, то есть они сами по себе открывают прямой путь из фиатных валют в Base или из Base фиатные валюты. Кроме этого, это можно сделать в самом приложении Coinbase, что является большим преимуществом. Также у них существует множество инициатив, маркетинга, поддержка в приложениях и так далее, чтобы привлечь и удержать пользователя. Так что один из самых главных интересов Coinbase это привлечение пользователей в этот блокчейн. Таким образом, у Base есть выход и к пользователям, и к ликвидности. А значит, блокчейн Base и монеты L2 на нем долгосрочно выглядят перспективными, так как по сравнению с другими блокчейнами, у которых нет прямого доступа к потоку пользователей, у Base он есть. И это очень важно для успеха блокчейна. Но зачем Coinbase все это делает? На самом деле это очень умная стратегия. Многие централизованные компании сегодня запускают децентрализованные продукты как способ увеличения своего денежного потока. В конце концов, Coinbase это бизнес. Поэтому один из способов капитализации бизнеса это, например, комиссионные. BlackRock делает то же самое со спотовыми Bitcoin ETF'ами, зарабатывает на комиссионных. Фактически Coinbase своим блокчейном Base создает конкуренцию Binance и их Binance Chain, Bybit и их Mental, Metamask и их Linea и так далее. Таким образом, многие из этих централизованных организаций создают децентрализованные продукты, чтобы повысить свою доходность и увеличить базу пользователей. Это делает Binance, это делает Metamask, это делает Bybit и это делает Coinbase. Потому что есть достаточно много людей, которые не пользуются Coinbase, потому что они не живут в США. Но они все равно будут пользоваться блокчейном Base по всему миру, потому что на нем построены приложения, монеты и так далее. И все это доступно децентрализованным образом. И это одна из причин, по которой они собираются децентрализовать свою цепочку со временем еще больше. И для Base это будет только в плюс. По этой причине я считаю, что блокчейн Base очень хорошо позициирован для достижения успеха в долгосрочной перспективе. И он будет достойным конкурентом того же BNB-чейна и так далее. Но возникает такой вопрос. Если этот Base будет таким успешным, давай просто купим базовый актив и будем счастливы. Но дело в том, что у них нет нативного токена, как у Ethereum, например, ETH. Именно поэтому это не похоже на другие блокчейны, а-ля Ethereum, Optimism, Arbitrum и другие, где ты можешь просто купить сам токен и получить прямой доступ к сети. На Base же придется покупать приложение самой экосистемы OnChain, а значит нам придется находить потенциальные драгоценные камни внутри экосистемы Base для того, чтобы приобщиться к будущему потоку ликвидности в эту экосистему. Таким образом это более рискованная игра, но именно поэтому и вознаграждение здесь гораздо выше. Лично я думаю, что в экосистеме Base есть и кратко и долгосрочные перспективные покупки. Краткосрочные больше связаны с мемкоинами, как на Солане, которые могут дать огромные иксы в ближайшем времени. Скорее всего взрывные монеты на краткосроке могут дать большую прибыль и после этого обвалиться практически в ноль. Но в долгосрочной перспективе в этой экосистеме можно найти монеты, которые могут стать лидерами в соответствующих секторах. Мемкоины, игровые монеты, инфраструктура DeFi и искусственного интеллекта. Итак, давай начнем с мемкоинов. Потому что очевидно, это самый интересный сектор сейчас и очевидно же, что это один из тех секторов, который может дать самый большой доход. Перейдем к моей базовой стратегии работы с мемкоинами. Это достаточно уникальная стратегия. Я использую этот сайт для поиска альткоинов, мемкоинов на блокчейне Base. Вот что нужно понять об экосистеме Base, прежде чем я перейду к стратегии. Здесь полно монет и большинство из них не являются высококачественными проектами или мемами. Многие из них обвалятся в ноль. Поэтому не стоит вкладывать все свои деньги в эти монеты. Ты можешь потерять эти деньги и очень быстро. Игра с мемкоинами даже в среднесрочной перспективе очень рискованна, ведь по большей части они ничего из себя не представляют. Позже я расскажу о менее рискованных стратегиях, связанных с аирдропами и альткоинами на базе Base с более высокой капитализацией. Но начнем с более рискованной стратегии. Заходим на BirdEye, кликаем на Base, а затем кликаем на Find Games. Здесь мы видим все новые альткоины, запущенные на Base, большинство из которых являются мемкоинами. Я предпочитаю сортировать монеты по объему торгов и находить те, которые имеют наибольший объем. Если токен постоянно растет в объеме в течение нескольких дней, это хороший показатель того, что там что-то начинает зарождаться. Существует контрольный список монет, которые я составляю, когда ищу мемкоины. В него я записываю следующее. Первое, это растущий на протяжении нескольких дней объем. Второе, это количество держателей. Например, мы выбрали эту монету, в которой мы можем скопировать вот этот адрес и вставить его на BaseScan. Это как Ethereum Scan только не для блокчейна эфира, а для блокчейна Base. Так ты сможешь увидеть, сколько держателей на самом деле владеют этим токеном. Вот здесь. Как мы видим, этот токен держит 50 097 человек. Если количество держателей органично растет каждый день в течение продолжительного периода времени, чего мы здесь не наблюдаем. Это хороший признак того, что в этой монете строится органическое сообщество. Мы не ищем монеты, которые набирают кучу холдеров в первый же день, а затем стагнируют или даже падают в числе держателей. Это плохой знак. Поэтому ищем токены, которые постоянно наращивают объемы, которые постоянно создают сообщества, которых постоянно растут держатели, а также у них постоянно достаточная ликвидность. Если у них очень низкая ликвидность, то это вероятно супер рискованная ставка, и ее лучше избегать, если только ты не являешься опытным трейдером, который торгует мемкоинами. Но BirdEye отлично подходит для этого, потому что он позволяет найти все эти мемы. Итак, сейчас в экосистеме Base не так много мемов. Есть Benji, есть Brad, есть Digin, Toshi, Pancha и так далее. Есть несколько из них, которые выглядят немного сомнительно, так что это очень рискованная игра. Но есть парочка, которые мне понравились. Позволь мне привести пример, но не покупай их, это просто пример, которые по крайней мере смогли пройти мою первоначальную проверку. Это не значит, что они гарантированно пойдут вверх, они могут упасть на 99,9%, это просто означает, что именно они выделились, когда я проводил собственное поверхностное исследование. Первый мемкоин это Toshibase. Почему я обратил свое внимание на него? Потому что это одна из первых мемных монет на этом блокчейне и сейчас она является лидером мемкоинов на бейсе, самым большим сообществом, которое я видел среди мемкоинов на бейсе. Короче, это крупнейшая и первейшая мемная криптовалюта на бейсе, которая не сдохла после первого успеха и как ты видишь продолжает жить. Однако Toshibase все еще имеет низкую капитализацию около 200 миллионов долларов, что подпадает под мои критерии выбора щиткоинов для краткосрочных спекуляций. Думаю, пару удвоений в моем портфеле мемкоинов она еще даст. Я буду продавать 50% своих токенов каждые x2. Я дал тебе стратегию как находить мемкоины и один пример, но для этой стратегии нужно капитализируя огромное количество монет. Кстати говоря, Toshy сейчас не самый крупный мемкоин на базе блокчейна Base. Его обогнал какой-то D-Gen. Также показывает растущие объемы, растущее сообщество и капитализация его еще меньше всего лишь 160 миллионов долларов. Но как по мне этот мем будет порискованнее Toshy, так как Toshy это лицо мемкоинов на блокчейне Base. Но как минимум на более-менее надежные вещи на краткосрочной дистанции без необходимости ожидания несколько лет не сделают миллионы и сотен долларов. Самые сумасшедшие доходы будут связаны не только с вещами, которые ты покупаешь и держишь на длинной дистанции. Они будут связаны с краткосрочными сделками. Итак, просто подведем итог. Переходишь на BirdEye, кликаешь найти гемы, затем оцениваешь 24-часовой объем и его изменения за несколько дней, оцениваешь их твиттер и сообщество. Также понаблюдая за монетой хотя бы несколько дней, чтобы понять тенденцию всех этих показателей. На DexTool тоже можно сделать все то же самое, если ты пользуешься им. Теперь давай перейдем ко второй стратегии и это аэрдропы. Это менее рискованная стратегия, чем первая. Если у тебя нет большого капитала или ты не хочешь слишком рисковать, а может и то, и другое сразу, аэрдропы это хороший способ приобщиться к общему делу. Если что, аэрдропы это распределение токенов или монет. Грубо говоря, раздача этих монет абсолютно бесплатна за выполнение некоторых условий. Например, просто торгуешь на бирже и получаешь аэрдроп. Теперь из-за обновления Denkan комиссии ванчейн намного ниже. Таким образом, аэрдроп фарминг становится намного более привлекательным на монетках второго уровня L2. У меня есть очень хорошая стратегия для аэрдроп фарминга на блокчейне Base. Переходим на DeFi Lama, кликаем на аэрдропс, затем фильтруем по блокчейнам, очищаем все и выбираем Base. И мы видим этот список. Не понимая, почему об этом мало кто говорит. Теперь мы видим протоколы на блокчейне Base, у которых нет собственного токен. Далее остается выяснить, какие из этих протоколов планируют запустить собственный токен. Для этого можно посмотреть их Discord, Twitter или другую социальную сеть. Большая часть информации будет находиться в открытом доступе. Если у них есть программа поинтов, это отличный показатель того, что у них будет аэрдроп. Но здесь можно увидеть, что эти листинги происходят достаточно редко. Например, 10 дней назад, 11, 12, 14, 18, 20 и так далее. Речь идет не о 5-10 листингах в день, а едва ли о 10-ти в неделю. То есть достаточно редко. Поэтому все, что тебе нужно сделать, это приходить сюда раз в неделю изучать все проекты. Сделай это частью своей недельной рутины. Пришел раз в неделю, пролистал, выделил проекты интересные для аэрдропов, выписал их в список для дальнейшего изучения и наблюдения. Далее ходит множество вопросов, будет ли Coinbase запускать нативный токен блокчейна Base? Это сложный вопрос, потому что еще в самом начале запуска блокчейна Base команда говорила, что токена не будет. Но они и должны были так сказать, верно? Все так говорили. У меня такое ощущение, что он будет. Его до сих пор нет, потому что существует большой риск, связанный с централизацией Coinbase, а также с регуляторами. Но они обещают децентрализовать Base до самой децентрализованной степени, как мы и говорили. Поэтому у меня есть такое ощущение, что как только они будут децентрализованы до такой степени, что будут чувствовать себя комфортно и возможно когда в нормативно-правовой сфере будет больше ясности, то создание токена будет иметь смысл. Такой токен позволит уменьшить фрагментацию ликвидности. CRC20 прямо на блокчейне Base, что отлично подходит для AMM Liquidity Pools. И что самое важное, он также обеспечит возможность управления, когда сообщество Base сможет голосовать, например, за обновление для блокчейна Base. Если они действительно хотят эффективно децентрализовать блокчейн Base, то голосование обязательно. Как по-другому его запустить? Взять Ethereum? Но Ethereum уже является governance токеном собственной сети. Я думаю, что смысл Base есть. И единственная причина, по которой его до сих пор нет, это SEC и централизация компании Coinbase, что несет в себе риски и так далее. Но я думаю, что в конечном итоге они это сделают. По этой причине любая торговля, которую ты будешь вести на блокчейне Base, будь то airdrop фарминг, торговля мемкоинами, свапы токенов, использование мостов между блокчейнами и так далее, будет способствовать росту на блокчейне Base. Очевидно, вся эта активность и будет условием для получения возможного airdrop нативного токена Base, когда они его сделают. Потому что если они сделают токен, они захотят провести раздачу. Они захотят вознаградить людей, которые пользуются блокчейном Base уже давно. Например, Arbitrum делал то же самое. Они вознаграждали тех людей, которые были ранними пользователями их цепочки. Так что это своего рода сценарий два зайца одним выстрелом. Не нужно сосредотачиваться на airdrop фарминге на Base. Просто делай то, что ты делаешь обычно, только взаимодействуя с экосистемой Base. И таким образом у тебя появятся шансы на раздачу токена Base, когда они его сделают. А как насчет экосистемы Base, какие токены существуют сейчас там? У нас есть протоколы, которые только-только делают токены. И я рассказал, как можно их найти, чтобы получить airdrop. Также есть мемкоины, о которых мы тоже говорили. Но кроме этого мы можем найти игровые токены. На Base, как ни странно, запускается полно игр. Vagmi Games, Parallel, Heroes of Mafia и куча других игр. Итак, хотя существуют эксклюзивные токены экосистемы, существует и множество других токенов, которые собираются напрямую развертываться на Base или же мигрируют сюда из других экосистем. В этом и заключается преимущество блокчейнов, совместимых с Ethereum Virtual Machine. Можно легко перенимать децентрализованные приложения и токены, если они все построены на основе Solidity. Итак, это лишь некоторые из токенов, на которые я смотрю из экосистемы Base'а, но их будет гораздо больше. Тебе просто нужно осознавать тот факт, что если ты инвестируешь, скажем, в Heroes of Mafia, на самом деле это не лучшее решение. Если ты настроен оптимистично по отношению к Base'у, лучше выбрать мемкоины, airdrop farming или DeFi игры вроде Аэродрома, потому что Mafia, скорее всего, познакомит тебя конкретно с играми, а не напрямую с блокчейном Base. Вкратце, используй мою стратегию для поиска мемкоинов на Basic, которые в скором времени будут взрываться так же, как мемкоины на Солане. Ищи airdrop в экосистеме Base'а по моей стратегии и самое главное, все эти действия помогут тебе рассчитывать на самую главную раздачу нативных токенов Base после запуска их собственного токена. На этом все, меня зовут Богатейший Ди, увидимся с тобой в новых видео. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok